Отдельная история — символьный тип char. С одной стороны, с ним можно работать как с целым числом. Его размер 16 бит, и с ним можно делать арифметические и побитовые логические операции. С другой стороны, в отличие от других целочисленных типов, char беззнаковый. И он хранит не просто число, а код символа в кодировке Unicode. Именно это его основное предназначение. Символьные литералы записываются в программе в одиночных кавычках. Внутри может находиться ровно один символ. Либо явно, либо в виде специальной эскейп-последовательности. Java поддерживает следующие эскейп-последовательности. Табуляция, перевод строки, возврат каретки, одиночная кавычка, обратный слэш. А также есть универсальная эскейп-последовательность для ввода любого символа Unicode по его коду. Это backslash U и 16-ричный код. Это может пригодиться для всяких экзотических символов, которые неудобно вводить с клавиатуры, или которые отсутствуют в кодировке, используемой для хранения исходников. В данном примере я записал греческую заглавную букву омега. Важно подчеркнуть, все символы и строки в памяти виртуальной машины хранятся в одной и той же фиксированной кодировке Unicode, точнее UTF-16. Это значит, во-первых, что в одной Java-строке могут без проблем соседствовать символы любых алфавитов и письменностей, например, кириллица и китайские иероглифы. Во-вторых, зная, что кодировка всегда одна и не зависит от операционной системы и ее настроек, программисту намного проще писать код для обработки текста.